Я начну вот с чего. Порядок, как свитки Торы вставляются в этот аронокодыш. Аронокодыш – это такой дословно шкаф святости, куда кладут свитки Торы и вынимают их только для чтения. Обычно один свиток, но есть, когда совпадает, это в субботу или в понедельник-четверг, но когда есть еще какой-то дополнительный праздник, дополнительный повод читать Торы, я другой свиток беру, так чтобы два читать. И бывает ситуация, когда нужно три свитка Торы читать. Если в синагоге нет двух или трех, а есть только один, значит в одном читают, не запрещается, просто удобнее взять два или три. Есть синагоги, в которых по ряду причин. Люди, зная, что это важный заповед Торы, хотят, чтобы от их имени была написана книга Торы, сефер Тора. Дома они боятся хранить и правильно делают, потому что хранение свитка Торы – это непростая вещь. Нужно соблюдать условия в этой комнате и так далее. Когда в синагоге, это намного легче. Они передают свой свиток Торы личный, который они записали в синагогу, и там помечено прямо на одеянии Торы, это называется, что этот свиток Торы передан во временное пользование в синагоге, принадлежит такому-то человеку, и он в любой момент может его забрать. Например, при переезде в другой город, или по другим причинам, переходит в другую синагогу, может быть, и так далее. Это его. Оно только дано на хранение. Поэтому иногда в шкафу в этом бывает 5, 7 и даже 12 свитков Торы. Хотя максимум, сколько нужно, это 3. Теперь вы рассказали, что в синагоге, где вы находитесь, такой порядок, я так понял, слева направо, и последнее, самый древний список слева, а самый молодой справа. И вот ваш вопрос. Как определяется возраст свитка Торы? Значит, очень просто. Например, по возрасту дарования этого свитка в синагогу, или одалживание тоже, потому что даровать это на все время отдать, а одолжить это на временное дать. Вот этот в этом году, а этот свиток Торы был передан в синагогу 10 лет назад. Какой моложе? Тот, который был дан сегодня. Он может быть написан даже 50 лет тому назад, но если он дан сегодня, значит, он самый молодой. То есть по передаче, по датам передачи. Или есть второй метод возраст. Это, если это известно, конечно, по окончанию написания Торы. Этот свиток Торы написали на прошлой неделе, закончили и торжественно, как праздник, внесли в синагогу. А тот свиток Торы, тоже это известно, был написан 30 лет назад. Какой моложе? Тот, кто написан недавно, по сравнению с тем, кто написан давно. Но это не возраст Торы, это возраст свитка. Торе 3300 лет. Мы получили ее на горе Синай. Моше получил и принес нашему народу. Поэтому Торе 3300 лет. А свиток это вещь, в определенном смысле, немножко. Еще и материальная тоже. Ее конкретный человек писал. Это не просто, это целая наука. Чтобы написать свиток Торы, нужно вкладывать в это дело, может быть, полгода или год работы. Зависит от человека, который умеет писать. Еще нужно быть специалистом. Еще разные условия, чтобы написать свиток Торы. Это очень непросто. Поэтому это и даже в материальном смысле вещь серьезная и ценная. Это то, что я могу здесь сказать. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует...